всем привет итак мы продолжаем путешествовать по африке добывать драгоценные камни сегодня мы поедем за цаваритами это зеленый гранат до самый дорогой гранат из всех которые я знаю самые дорогие они зеленые про гранат чуть попозже расскажу сейчас давайте небольшие мои комментарии по поездке и смотрите там я еще пару мест вам сделаю комментарии не все совсем понятно значит затарились мы водой я теперь уже наученный опытом по прошлым поездкам знаю что воды нужно загружать как можно больше мы прямо под потолок загрузили весь багажник и сиденье все сзади да сейчас будет видосик об этом и собственно поехали значит пару моментов хочу сказать первое про массаев вот сейчас у меня тут как бы видите драгоценные камни массаи в танзании в тени это совершенно взаимосвязанные вещи потому что добывают драгоценные камни вот которые мы с вами будем ближайшие несколько видосов ездить добывать на землях массаев естественно мы когда едем все это смотреть мы сталкиваемся с культурой массаев я достал очень хорошую литературу научную именно да по поводу традиции культуры и религии именно религии то есть у них язычество и христианство массаев и у меня есть уникальный такой момент я могу вот я сижу читаю да а вот сзади меня там есть барчик где каждый вечер сидят масса и которые неплохо говорят по-английски кстати я выяснил наконец-то почему простое население неплохо владеет английским оказывание в школе из примерно десяти предметов 7 ведут на английском учебники на английском преподаватели преподают на английском по учебникам на английском да я читал там какие-то возмущения что вот это значит они холопа нет ребята знать английский это всегда хорошо все-таки международный язык как ни крути да поэтому сидят масса и которые говорят на английском в этом кафе я им проставляю немного пива я прям сижу по книге я готовлюсь мне еще долго готовится думаю месяц примерно я буду собирать материал будет отдельное видео про культуры лиги массаев да потому что но это уникальная культура интересная то есть люди живут по сути первобытно общинным строем и я прям сижу читаю книжку и спрашивание это так это так они говорят нет это вот не так это да вот так и еще дополнение какие-то дают поэтому материал будет интересный в плане своей научной уникальности да значит следующий момент опять же про массаев вот смотрите хотел давно сказать об этом свое мнение как я же реконструктор все-таки да немного увлекаясь историей во многих фильмах викингов кочевников монголо татар каких-то хазар всех основном показывают какими-то бомжами то есть войны по мнению режиссеров да вот он так видит это какие-то бомжи они все в грязи они в принципе не моются вообще все кардинально катастрофически вшивые грязные одеты в какие-то лохмоть и непонятные но вспоминайте фильм тот же викинг потом я помню но сейчас так навскидку например 13 воин там нападали да какие-то германские племена вроде как на вот этих вот непонятных опять же товарищей которые непонятно из какого века потом вспоминаете а викинги там были до которые из одной чашки значит туда же сморкались оттуда полоскали что-то умывались полоскали рот выплевывали туда вот и вспоминайте фильм огнем мечом как там показали там кто были монголо татары у нас ли татары были да тоже профессиональные войны и у которого есть лошадь сабля сабля стоит больших денег в принципе даже сейчас она стоит хорошая сабля приличных денег это при современном уровне металлопроката и вообще добычи железа тогда она стоила совсем больших денег так вот вот вам пример хороший вот массой они все войны то есть каждый мужчина в племени с определенного возраста становится военно обязанным дальше через но видео дальше да я очень медленно выкладывать потому здесь очень плохой интернет в общем у нас будет сюжет мы попали с водителем в район где между массами был месячковый конфликт даже кого-то убили и там было состояние межплеменной войны межрадовой воевали естественно из-за коров и действительно до масса и все военно обязаны они все с оружием вообще всегда то есть вы сейчас увидите дальше там будет дедушка и ну на мой взгляд ему лет 60 может побольше и он с оружием он вообще из дома не выходил то есть он возле дома ходит да он почти слепой и там будет момент когда виду у него на поясе висит меч то есть вот он спит у него на кровати меч лежит он проснулся пояс сразу тянул ходит мечом мы очень много крайне много за последние дни встречали в саванне масаев они все всегда чистые у них чистая одежда она хорошо подогнана они очень бодро выглядят у них у всех осанка они все ровненькие прямо военная такая осанка да они себя очень гордо ведут то есть они никогда не видел чтобы но мы были в районах где например коз или овец пасут банту про банту я рассказывал смотрите видео предыдущие да но там детишки их выгнали кос и легли в кусты там грязи лежат грязные в кустах вот за массами я такого не наблюдал вообще никогда я даже не видел чтобы они на попе где-то сидели там на земле да я обратил внимание что вот он весь день пасет свои стада а мы несколько часов ехали на машине и естественно я выходил что-то снимать каких-то животных так вот я весь пыли у меня в джинсы все грязные ноги руки грязные там воды в принципе нет я что-то трогал руками потом трогал лицо у меня лицо грязное масса и все чистые они все всегда выбриты они всегда аккуратно подстрижены то есть вот так выглядят не всегда чистой одежды я вообще ни разу не видел в грязной одежде кого-то из них даже там будет в следующем видео через одно видео лунный камень где мы ездили добывать там мне встретился масса алкаш он был пьяный но груди как на чистый на нем все было хорошо подогнано он выглядел прям огонь да вот войны выглядят вот так поэтому когда будет смотреть фильмы где профессиональные войны то есть это лицо племени это честь племени да это не знаю человек который олицетворяет собой племя и рот вот он выглядит так как выглядит его семья то есть это визитная карточка его племени вот так фильмах должны выглядеть всякие кочевники и дикари и все все остальные надо они за собой следят побольше чем метро сексуала из москвы из питера я как-нибудь договорюсь вон парней в баре поснимаю у них у всех необычные прически у них у всех куча пирсинга у них серьги бусы браслеты полно всего то есть это такой дикарский шик да и он был и конечно же во все времена и у всех народов и викинги и наши славянские воины смотрите фильм викинг где они в говне там все в грязи а вот выглядит совершенно не так совершенно не так войн это элита это самый богатый самый ухоженный он не пашет в поле у него все время заниматься собой и это лицо племени вот собственно что я хотел сказать про массаев то есть я был весь пыли я не знаю каким образом но они всегда были чистые все кого мы встречали даже пожилые так и сразу комментарии дальше там будет у нас шахтерский старательский старательский поселочек да там хижина очень сильно так себе я уже предвижу просто комментарии что господи как люди живут дикари ничего не нужно в грязи спят грязи едят ребят это шахтерский поселок временный там живут старатели которые приехали они знают насколько они приедут может быть завтра добыча иссякнет и они разберут все эти хижины и уедут то есть как бы здесь есть нормальные дома люди знают что такое дом строят живут есть мебель посуда как бы вот в принципе их дома выглядят в нашем понимании как дома все все с этим все нормально проблем никаких нет так смотрите сейчас про массаев и потом вам расскажу про сами собственно зеленые гранаты про савариты в чем их необычность да я специально там снял просто дорогу но вот мы едем и просто дорога до кусты буш кусты и саванна чтобы вы на мое лицо не смотрели половину передачи и там наложим мой голос и покажу пару приметов примеров хороших цаваритов вообще мы прилично запаслись водой и хлебом для детей здесь будет сидеть владелец добычи с которой мы сейчас поедем сейчас мы едем на гранатовую добычу может довольно далеко отъехали и нашему проводнику в пальтишке неудобно сидеть потому что там все водой завалено мы решили часть отдать массаем но они опасаются переспрашивают типа кто вы такие чем надо и что мы будем должны за воду вот мы узнавали они тут воду набирают вон в том озере вон там озеро видите но там вода непригодные для питья совершенно поэтому они здесь ну то есть они пьют но очень-очень плохого качества воду они фильтруют кипятят и что такое вот и у нас опять взаимонепонимание потому что они не говорят нас в ахилле а мы плохо водим масайским это вот который в пальто это владелец шахты он здесь живет он на масальском говорит но недостаточно видимо хорошо плюс масальский язык уже не один понимаете да что их много некоторые спрятались некоторые вышли тот предпочел спрятаться а тетя девочка вышли спрашиваем кто-то тьямы выкопал они дают мы не знаем там вот возле их дома кстати про дома масса и строят дома вот у нас есть шутка про говно и палки а это ребята не шутка это реально дом из говна и палок они плетут решетку из палок и и обмазывают говном коровьим так получается дом но типа вот как вот этот это сушилка насколько понимают для их шмоток вот так же плетут потом сверху говном коровьим навозом обмазывают получается дом из говна и палок и в нем собственно живут так сейчас они там что-то беседуют узнаю в чем смысл беседы расскажу вам короче разобрались о чем так долго переговоры ведутся они верят что мы можем им воду дать просто так что они ничего за это не будут должны вот и долго боялись взять когда все-таки мы 20 раз повторили что ничего не надо они взяли несколько упаковок собаки местные прикольно собаки худые люди худые все худые здесь в этом климате жир не надо откладывать едем дальше так еще что удалось узнать вот это вот дедушка это муж этой тетеньки у них разница лет 30 наверно и у него еще несколько жен здесь многоженство присутствует и большая разница в возрасте считается хорошо типа мужик уже опытный у него большое стадо то есть он он не бедный и возможно у него даже два дома из говна и палок есть он в возрасте просили еще хлеба но мы предоставили чем поговорили с ними еще про воду они смотрите чем проблема и вы там в комментариях уже пишите что вот ты воду покупаешь развозишь им да лучше бы просверлил по пробурил скважину вот смотрите масса и ведут полу кочевой образ жизни что имеет ввиду они со стадом кочуют приходят с места на место вот они сюда пришли когда их коровы козы сидят все вокруг они пойдут в другое место и вот мы так что узнали у них сколько стоит пробудить скважину они тоже этот вопрос подняли говорят может быть вы из какой-нибудь фонда который нам пробудит скважину пробудить скважину стоит 4-6 тысяч долларов в этом районе потому что он очень удаленные дату сюда очень тяжело подогнать технику и вот смотрите мы возьмем 6 тысяч долларов пробудим скважину через допустим полгода год пастбище здесь истощаться они перейдут другое место и им нужна будет новая скважина вот почему у них из-за кочевого образа жизни у них как бы нету воды но собственно если понижили осёдло то 6 тысяч найти в приместном образе жизни конечно тоже очень очень тяжело вот но это не поначалу сильно боялись очень с нами общаться сейчас прям смотрю разговорились нормально так вы просили про жизнь простых людей вот прям прожить совсем простых людей у них деревня окружена колючим кустарником таким рубленым чтобы хищники не пролезли прям по всему периметру вот тут можно пройти прошли это было несложно спросил про воду до вода очень грязная пьют они ее из озера в озере вода такого розовато фиолетового цвета телефон новый айфон нифига не передает цвета вообще совсем вот этот забор продолжается да из вот эти деревья да их же рубят и сваливают такие низкие заборы но в принципе тут колючки очень острые поэтому продраться через него действительно очень сложно я в детстве читал что вот ехали ехали отважные колонизаторы значит и срубили колючий кустарник и сделали на ночь забор и ни одно животное пролезть не может ну да тут действительно пролезть будет сложно смотрите колючки очень острые их прям много вот и вот эти вот заборы да это главное вон у них двойной кстати вон еще забор это скорее всего загон для скотины вот эти заборы это главная причина почему масса и все ходят с этими мечами которые обоюдоострые мачете да вот потому что если тебя в буши застанет ночь и ты будешь без этого мачете ты себе не сможешь такую загородочку сделать то есть очень большой шанс у тебя просто сидят залезть на дерево здесь не получается видите вокруг высоких деревьев то особо и нету у меня кстати водитель молодец он посмотрел мой youtube въехал вообще что я снимаю что мне интересно нашел массаев кузнецов которые куют все эти мечи и копья делать щиты и он у них всякого спрашивает мне переводит прямо это повезло мне мне кстати всегда с людьми везет в этом доме живет 7 человек но опять же вы скажете да что господи какой кошмар 7 человек в таком домике никаких условий в этом климате ребята здесь дом принципе особо не нужен тут можно обойтись в принципе просто крышей навесом да так сейчас попробую снять что-нибудь внутри ну не знаю по мрак там насколько потянет айфон айфон так посмотрим внутри насколько позволит тут очень узко массает все тонкие в принципе тут по сути у них просто одна большая кровать на всю маленькую комнатку и вот еще тоже а вот здесь видно хорошо в общем в той комнате то же самое то есть здесь коровьи шкуры на них еще коровьи шкуры еще коровьи шкуры 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 он нас козлята спят вот их прячут подальше от хищников да но кстати вот традиция брать мелких животных новорожденных в дом она во первых очень древний во вторых именно таким образом к нам попала грипп сибирская язва и многие многие другие болезни вот таких вот сами не за совместного проживания когда мы животных и домашние очень много болезней к нам попала по поводу питания поговорил с ними смотрите они да скотоводы как и на папуа да у всех стада свиней огромные но это не значит не сами едят мясо они едят зерновые злаковые такую кашу скажем так похоже на овсянку соргу называется загуглите еще они употребляют молоко и молочные продукты наверное они дольше всех на планете земля или народ который один из тех кто долго уже до употребляет молочные продукты возможно они уже к ним под привыкли я кстати так объясняю себе то что у них длинные конечности они сами высокого роста вот мы сейчас едем масса и как я ростом и выше довольно часто встречаются это для аборигенов с плохим питанием это редкость так вот молочные продукты и иногда иногда они прокалывают корове вену сливают немного крови раз размешивают молоко с кровью до мяса едят очень 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 редко только по праздникам почему потому что коровы и козы это товар это деньги до их можно продать поменять на какие-то инструменты что там еще нужно дом купить жениться дочку замуж выйти выдать и т.д. и т.п. вот ну вроде как здесь закончили едем дальше забыл про важную вещь туалет где у них туалет как вы думаете мы только что спросили туалет везде мне такое нравится когда туалет везде бай-бай их очень веселит возможность потрогать за руку иностранца вернее белого прям вообще угар бай-бай jesus bless you они мне уже говорили что это иисус христос меня благослови смешной момент смотрите значит у вот этого мужа который в возрасте да у него сломана была нога она неправильно срослась он очень сильно хромает плюс он почти что ослеп то есть он очень плохо видит говорят что как раз люди слепнут из-за того что бьют воду из этого озера но там какая-то вода такая розово-фиолетовая я думаю что это вполне может быть правдой и вот эта веселая тетя его старшая жена до матч жены со слами ушли как раз на озеро за водой еще 2 вот вот это старшая жена знаете о чем нас попросила говорят ребятки вы если тут еще будете проезжать следующий раз привезите пожалуйста таблеток и как вы думаете а чего она просила таблеток от неправильно сросшегося перелома для зрения нет она просила виагра для мужа и говорит мужа очень серьезные проблемы с этим делом и очень хочется привезите пожалуйста таблеточек молодец это по нашему видите тетя не унывает немножко расскажу вам про савариты про зеленый гранат да собственно что вы понимали куда мы едем и что мы будем добывать сейчас открыли их не так давно вообще в принципе совсем недавно в одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году изначально их нашли в танзании и чуть попозже в кении назвали их по месторождению в кении но по сути это одно и то же месторождение вокруг горы килиманджаро да то есть одно место там есть такой национальный парк называется цаво ну вот собственно так и назвали да этот камень саварит добывают в данный момент хорошего качества ювелирного сварит только в кении танзании вокруг ну в районе горы килиманджаро да чуть-чуть добывают на мадагаскаре буквально там штучки какие-то вот считанные добыли за последнее десятилетие и иногда где-то в районе по миру какие-то встречались но очень очень плохого качества больше в мире их нигде нету вообще совсем далее огромная разница у цаваритов по цене между мелкими и крупными почему потому что в основном вы сейчас посмотрите там до видео в основном порода идет кристаллы они прямо в скале да и когда их разламывают когда скалу саму скальную породу разламывают собственно кристаллы разрушаются да и вот пока они придумали хорошего метода их извлечения чтобы они не разрушились вот весь материал и порода которая годная для огранки она очень очень мелкая очень мелкая поэтому например цаварит который два карата может стоить две тысячи долларов а 10 каратник может стоить 40 50 тысяч долларов запросто например 5 каратник вот посмотрите мы продавали да какое-то время назад в смысле продали его это считается уже такой крупный камень и очень редкий размер на заказ я вот такого размера пока найти не могу у меня в наличии есть по три по два с чем-то карата да это считается тоже кстати крупный и редкий размер следующий момент в чем плюс именно цаварита или зеленого граната как драгоценного зеленого камня да вы знаете что изумруды их почти всегда и почти все заливают минеральным маслом она потом со временем может испариться его нужно время от времени под заливать заново так вот с аваритами этого ничего не делают вообще никогда то есть них не греют и ничем не заливают хотя подделок конечно же очень очень много сейчас вы дальше это увидите еще момент хочу сказать по ценам это несомненно несомненно инвестиции потому что изумрудов добыча очень большая мест где добывают много разведанные запасы довольно большие поэтому если вы посмотрите статистику изумруды в цене растут но так не спеша до плюс я уже говорил что большая часть из них залиты маслом с аваритами совершенно другая ситуация их крайне мало добывают очень мало и они в цене растут с огромной скоростью то что я продавал несколько лет назад за 700 800 долларов сейчас стоит 2 с копейками там 2 500 2 600 и такой еще интересный момент у нас на шеланке есть старые запасы и вот камень который сейчас стоит 2 500 2 600 здесь танзании сейчас уже стоит 5-6 тысяч долларов я посоветовался с владельцем добычи он вы срочно все скупай и оставляет ты через пару лет их продаж значительно дороже но вот я уже много раз говорю что если я буду скупать вообще все я совсем буду без денег я собственно и так уже на все деньги все скупил потому что время под ними можно выгодно цены выторговывать да поэтому если вы хотите вложить деньги во что-то до что вам принесет прибыль пишите поищем сейчас есть возможность найти что-то еще по старым ценам пока на шеланке еще остались то есть это как получилось люди лет десять назад купили и сейчас из-за пандемии они сидят без денег им очень нужны наличные да поэтому они продают по каким-то таким ценам получается который уже ниже рыночных вот и можно на этом заработать смотрим дальше хорошего просмотра ехали мы ехали сейчас ровно 12 выехали мы всем утра дорога такая но видели да я немножко там кусочки вставлял то есть тяжело ехать очень медленно и душно все в пыли но зато видели опять кучу животных всяких но жираф я уже не стал снимать а там были у нас туканы цурика ты этот эти маленькие как харьки чем эта деревня старателей здесь и массой и не массой перемешку это вот обычный дом тоже из говна и палок но почему нет и чего еще строить есть из говна хорошо строится можно построить из говна вот сейчас мы ведем переговоры с манагером ну типа чтобы мы же не можем просто взять прийти и начать копать надо договориться дома манагер выглядит посерьезней он вон жестяной крышей цемент и даже у него железные ставни видимо он там хранит добытое и двери железные поэтому у него повышенной прочности жилье вот и тут я увидел копковое дерево кстати прям все узнаю здесь вот насколько полезно книжки дать читать вот такая штука вот они лопаются потом они вот сейчас уже мягкие такие как под спущенный воздушный шарик и потом такие волокна из них вполне можно делать ткань но собственно местные жители этим и занимаются вот дрыхнет африканский пёс работяги ну кстати вот ребята выглядят очень дружелюбными в отличие от прошлого места нифига не пьяные совсем вот и они сказали что они очень 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 сильно нуждаются в воде что ближайший источник воды очень плохого качества 20 километров отсюда вот поэтому тоже им дадим немного воды сейчас вот и едем смотреть и возможно копать так тут у нас добыча уже непосредственно этому минут 10 еще подъехали от той деревни огромные кактусы красивый вид на окрестности вот у нас шахта 150 метров глубиной на там сейчас взорвали заряд и везде пыль не советует не идти глубоко ну я так немножко пройдусь посмотрю можно ли там снять это вот у нас здоровый бал баб огромный вот а тот кактусы и рабочие и вот слушайте там не рассказали почему вот зеленые гранаты кстати порохом пахнет сильно почему зеленые гранаты так дорого стоит да вот послушайте я пока вам буду породу показывать вот так выглядит порода вот он зелененький так вот слушайте внимательно последний раз гранаты ювелирного качества на этой шахте находили год назад год назад вот с тех пор огромная толпа рабочих работают каждый день понятно что им платят зарплату да но в течение года ни одной находки небо ни одной предположительно по данным геолога разведки находки начнутся через полгода но это не точно предположительно то есть чет там приборами просветили прозвонили что вроде как да через полгода что-то там пойдет вот он видите да совсем не то что нам нужно но можно понятие составить сейчас еще покажу вот покрупнее ну и помните когда я был на добыча где лично за 40 минут находил 5-6 кусочков чего-то да а тут год уже они роют взрывают копают достают все это вручную тяжелый труд они платят зарплату рабочим всем сюда я уверен что огромных денег стоит здесь нет электричества поэтому все на генераторах огромных денег стоит сюда подвести бензин воду еду инструменты взрывчатку и все все остальное поэтому цаворит видите крайне редко встречается я читал что цавориты добывают примерно в 10 тысяч раз реже чем изумруды на этого цаворит это зеленый гранат для тех кто новенький у меня на канале вот поэтому собственно так дорого стоит а вот он еще принес пару кусочков сеньки варимать вот смотрите прям кристаллики почему это выбросили потому что он раскрошится он весь в трещинах и собственно он не годится никуда то есть им ничего не сделать это вот прям тут под ногами они валяются это так называемое золото дураков к сожалению не помню как называется минерал который похож на золото но это не золото если вы джек лондона читали там даже такой рассказ есть да неопытные старатели велись начинали разрабатывать мыть выколупывать оттуда и над ним потом смеялись и некоторые погибали даже на этой добыче золото для дураков вот этот вот этот экземпляр неплохой я заберу в коллекцию себе его вот собственно вот такая ситуация зеленым гранатом то есть есть я познакомился с владельцем у меня теперь есть прямые контакты я могу брать хорошие цены но вот все что он может мне предложить я попозже вам покажу примонтирую сюда да это все из старых запасов это вот то что добывали год назад и больше поэтому собственно так и стоит он не дешево но опять же вроде как дорого но в то же время дешевле чем изумруды изумруды добывают много и часто но тем не менее не стоит еще дороже а на мой взгляд зеленый гранат он красивше чем изумруд у него цвет красивее игра красивая чуть-чуть пройдем мне кстати очень понравился этот парень очень разговорчивый веселый добрый вот почему тогда интересно что на одной шахте все какие-то агрессивные бандитского вида а тут прям все какие-то позитивные и вот тут хочется с ними работать покупать у них и продавать просто пролезем чуть-чуть будем посмотрим что там есть но я понял что это шахта не в нашем понимании шахта то здесь никакой нет опалубки вообще ничего то есть она может просто завалиться да ничем не крепит и да действительно очень сильно воняет порохом ведь какая пыль дышать невозможно поэтому глубже я не полезу но представьте по такой нарез 150 метров вниз это конечно серьезно и причем еще каждый день 150 метров и ты год ничего не находишь гостили парней водой едем дальше тут значит получается как вот вокруг этой горы да зеленый гранат он вулканического происхождения и получается здесь когда-то так вот все совпало что получился зеленый гранат но вот здесь около 100 таких вот пещер до траншей и шахт где их копают но давно уже ничего не находят есть одно место где копают руками потому что там породу размыл в древности ручей какой-то лирика и там можно прям руками копнуть без взрывчатки и чтобы не спускаться на 150 метров вниз вот сейчас туда подъедем посмотрим что там как там дела на этом дереве птички которые называются ткачи тоже про них все читал много раз и вообще в африке как дом себя чувствую все про все знают все повадки что для чего то как называется вот даже помню что у них может быть в одном езде несколько выходов потому что они строят гнезда на несколько семей он они прикольные такие желтенькие ну и там естественно рабочие смеются что приехал мзунгу снимает ну по их меркам это воробьи обычные снимать каких-то воробьев они тут обедают вернее уже заканчивает обедать было просто картоха причем судя по цвету недоваренная со специями без мяса но они кстати мне предложили обещали показать место где открытая добыча да я говорил на предыдущем видео вот и мы идем пешком я понял почему и мужчины и женщины часто бреются на вас потому что колючки от этого кустарника пуша зацепили меня за волосы выдали бок о вас так у меня по сравнению с местными волос то вообще нет и поставляю если их вот эти космы рванет там ничего не останется принципе ищем дорогу и тоже многое понял по поводу там очень часто много писали что не проходим но он действительно не проходим то есть вот мы сейчас стоим вроде добычи там вокруг кустики по грудь высотой мы не можем их пройти потому что там адские колючки все запутано мы ищем где обходить с нами сын владелица добычи но он забыл дорогу потерялся но все равно интересно мне весело интересно даже когда мы теряемся не смогли мы найти это место где вернее не само место дорогу к этому месту не копает вручную сожалению мы запутались уберите этих вот этого душа до колючего кустарника и решили не терять времени так зеленый примерно уже понятно что ну добычи здесь нету там просто копает копает но ничего не находят едем ехать нам еще примерно час едем и туда где добывают красные гранаты но мне рассказали прикольную историю рабочего с этой деревне значит это место изначально мост массой называли комэску 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 потом сюда пришли банту вот рабочие они же все не массаи да они все банту масса и насколько понял не особо любит так вот работать им бы попасти и овец или коров ну то есть они такие более гордые в земле ковыряться это не их тема так вот на массайском называлась комэску потом просто до пришли банту и для них это почему-то тяжело произносить как вы думаете как они стали между собой на свои не называть это место москву москва и причем везде здесь вот во всем вот этом районе все шахтеры местных называют вот которые в этой деревне живут называют москвичами и русскими они где мы приходим в бар тут они где-то между добычами есть бар какой-то где они на выходных шарятся и там и все готово русские привет как путин передайте путину привет там все типа как дела вообще в москве то есть вот я сейчас в москве и среди местных африканских русских то есть такой шахтерский юмор довольно прикольно так ну чё я в москве мозг мозг вот один москвич уже с утра как москвич в принципе так москва ничего мне нравится москвич и кстати очень приветливые черноватые только москвич и собрались хотят чтобы мы им дали воды один нам показывает не растут и что он нам показывает правильно явную подделку если вы смотрели видео и щентабури я сейчас от них разверну что они там кричат если вы видео щентабури смотрели это вот как раз она то есть это некий материал кварц залит стеклом и вот очень часто многие покупаются на это да то что нет константин такого не может быть мышь так далеко ехали мы там были в горах откуда у них там подделки нет все нормально они тут в поселочке купили на выходных и здесь пытаются продавать причем друг другу иностранцы тут нету сказали что за все время разработок иностранцев не было вообще больше десяти лет тут уже копают вот это кстати по поводу людей которые себя называют джемс хантерами в россии все у кого есть магазинчик это я джемс хантер то есть он вот ездит по добычам и ищет но говорят что здесь никого не было вот это подделки видите даже здесь то есть нужно быть всегда осторожным это мы сейчас проезжаем одна из центральных улиц в москве тут генератор вот можете посмотреть центральный проспект между прочим главный магазин сумма ли гум подсказали нам москве где здесь копают вручную это то есть ведь получает стекла река размыла гору но это давно давно много миллионов лет назад и осадочные породы вынесли цаварит до камень сам размылся цаварит нет потому что он тверже вот с той горы все принесло мы там были только разнесло все вот сюда 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 и дальше ниже принесло он куда москвичи идут с моим водителем сейчас пойдем посмотрим что тут копают все как самое главное мне интересно какой элемент копать то понятно лопатами копают а как промывают воды то здесь нету как интересно добыча без воды происходит ручная добыча с аварита вот сбежались ребята смотреть на мзунгу там товарищ видно что с определенными пристрастиями копает но снова кстати ребят нормальный не выглядит как алкаши и вот как оказывается без воды они добывают просто просеивают на ситечки почва очень мягкая и все просыпается самого видите вот вот сейчас они сейчас мы с ними вместе поработаем немного так оттуда поднимают лопатами здесь просеивают все смеются что я русский приехал в москву говорят велкам ту москву типа хит прикольно тыгет первые русские которые приехал в нашу москву у нас говорит все тут москвичину в россии никто не был вся да да бывают такие прикольные чувство юмора она международно вообще по по всему миру одинаковые везде есть так они думают что не умеет работать все смеются сейчас надо им показать не можем опозорить россию а вот сторону да тут дима его в принципе есть руку набить не так сложно и здесь более сухой воздух все внизу да мышь гаража поэтому полегче идет все вообще достаем они думали мзунгуток умеет вокруг ходить и больше ничего а мы вполне себе умеем работать а а а а следующая стадия субтитры Это примерно фунта Ахууууууууууууууку Павла, я не знаю Вот уже Здесь Есть Да, да, да Окей, югу охе Мне уже нравится еще один пока откладываем много чего блестящего можно без воды пробовать можно без воды пробовать Добавил субтитры DimaTorzok Что-то больше не идет Все, хочется пить Enough Так, я ушел в тенечек, чтобы посмотреть, что мы нашли Это не ювелирного качества цеварит Натуральный, все нормально Но он на гранте не подлежит Он развалится, конечно же Видите, он весь в трещинах насквозь Вот, и я сейчас поторгую, заберу его себе на память Но все-таки сам добыл Вот это тоже самое не ювелирного качества Натуральный Все нормально Сейчас поторгуемся Ну, я понимаю, что в районе Где-то Если на рубли, тысячу рублей Где-то я сейчас за него отдам Ну, это чуть больше 10 долларов А вот это, ребята Это Фокусы Это Скорее всего, кварт, залитый стеклом и краской Про них мы уже снимали И пока я отвлекался там Просеивал Мне его подкинул кто-то из ребят Вот Я думаю Сейчас отсмотрим материал Может быть, даже видно будет, кто Вот Еще и пальцем ткнули Что, типа, вот тут вот, смотри Это просеивает, да Вот Это подделка Вот как они сюда попадают Интересно, да То есть, наверное, очень длинный путь у этой подделки проделан И когда вот Как сказать Ну, ложком называть неудобно Когда человеку, который без опыта Вот такое подкидывают Он сам находит А это практикует по всему миру Я регулярно об этом рассказываю Он, естественно, выкупает Причем за приличные деньги Вот И, собственно, потом не может поверить Что что-то не так Что камень поддельный, да Потому что, ну, он вроде как Самого нашел на добыче Прям Мы уходим И тут случилось странное, да Африканцев обычно все называют обманщиками Что тут вор на воре И вором погоняет Смотрите, я, значит, подошел к этой толпе Говорю Че это Вот это Один мужик сказал, что Это не натуральный камень Это подделка Они просто пошутили И ты можешь его забрать себе И мне его подарил Ну вот, не знаю Может, у них совесть есть А может, они Узнали, что я В прямом контакте с владельцем добычи Нахожусь Может быть, поэтому Но, в общем, произошло нечто Интересное Итак Небольшие выводы Про зеленый гранат Да Значит, смотрите Промышленная добыча По крайней мере, в этом районе Сейчас ничего не дает В чем разница Вот промышленная добыча Именно вот где В скале Да, скальная порода Там ты натыкаешься на жилу И ты по жиле идешь И если ты разрабатываешь жилу Ты гарантированно имеешь Продукт Да Мы, кстати, сейчас едем Нам где-то час ехать Мы едем На добычу красных гранатов Тут вроде недалеко тоже Ну как, по местным меркам Недалеко час ехать По саваням По бездорожьям Так вот Значит По жиле Ты идешь Ты гарантированно имеешь продукт То есть Он не может Жилой Не может уйти от тебя Ты всегда видишь Куда она повернула Ты идешь по жиле И ты ее разрабатываешь Вот Поэтому она того стоит Да А вот когда Осадочная порода То есть Когда-то текла река Все это разнесла По долине Потом оббелела Все это занесло Мне кажется Там еще вулканическим пеплом Ну слишком мелкая пыль Такая прям Ну вообще Она как пудра Там в чем ситуация Подъезд Подвоза воды Еды Электричества Топлива нету Подвоза инструментов нету Поэтому очень мало людей Но вот они копают Что найдут То есть Непредсказуемо Ты можешь в пыли Копаться Полгода Не найти ничего Можешь как я Сразу два найти Но оба Не товарного Вида Да Совершенно То есть Ну заработать на них Что-либо невозможно Вообще В принципе Это точно Без вариантов В этом году Из того Что известно Из того что известно За последние Где-то полгода Нашли Вот там Где мы сейчас копались Да С ребятами Нашли два камня Один был продан За 18 тысяч долларов Один был продан За 7 тысяч долларов Больше Нам каких-то Значимых находок Неизвестно Были ли они Может кто-то втайне Знаете Нашел Поехал в оружие Там На рынке Молча продал Но вряд ли Потому что в основном Они все друг другу сообщают Показывают Хвастаются И радуются Сейчас на мои два Сбежалась смотреть Целая толпа И интересно Что они стали Между собой Говорить Что Мзунгу Удачливый И дедушка один говорил Пойдем у меня Покопаешь Потом я буду дальше Копать И найду там камни Я уже давно Ничего не находил Но нам нужно Ехать дальше Поэтому я Не остался Вообще Надо запастись Водой едой Купить палатку И на недельку Приехать сюда Покопаться Так Не в затяг Да Часика по три В день Для удовольствия Своего Я думаю Что при своем уровне Удачи Я что-нибудь Найду Обязательно Хорошего Вот Вот собственно Про Зеленые гранаты Как это все происходит Теперь вы все видели Своими глазами Продолжение следует...